Студентка шестого курса лечебного факультета РЯСГМУ Анна Есенина работает над созданием препарата, который поможет бороться с раком. Он будет подавлять активность белка гликопротеина П, который защищает опухолевую клетку от действия химиотерапии. Преимущество нового лекарственного препарата в том, что оно растительного происхождения, безопасно и с низкой стоимостью производства. Сейчас мы определяем количество содержания белка гликопротеина П, который содержится в мембране опухолевых клеток и отвечает за фармакорезистентность и устойчивость к химиотерапии. Сергей Калиновский и его коллеги с кафедры ортопедической стоматологии и ортодонтологии разрабатывают универсальный бокс для стерилизации и хранения стоматологических инструментов. Он позволит качественно и быстро проводить стерилизацию разных инструментов. Использовать оборудование можно будет также в тату-салонах и в косметических салонах. Он позволяет упростить процесс стерилизации и сделать его более безопасным и удобным для пациента и врача. Дмитрий Сучков занимается разработкой прототипа устройства, которое позволит более дозированно и экономично выделять остеопластическую массу в костный дефект, который образуется при различных оперативных вмешательствах, например, в травматологии и замещении костных дефектов в зубном протезировании. Мы предлагаем использовать в качестве вот этой массы натуральный коралл. Соответственно, он более дешевый и также обладает свойствами, которые в дальнейшем приводят к образованию уже молодой костной ткани. Молодые ученые, ставшие победителями конкурса «Умник», получили гранты 500 тысяч рублей на реализацию своих проектов. Дина Ислева, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».